Вынужденную остановку автомобиля с сотрудниками ГАИ спровоцировала учебно-диверсионная террористическая группа. Взяв людей в заложники, террористы поднимаются с ними на верхние этажи здания сгоревшего Совета Министров в центре Сухума. Вот уже второй день. Жители столицы наблюдают за масштабными учениями подразделений службы государственной безопасности, которая впервые за 20 последних лет отрабатывает столь нестандартные ситуации не на окраинах, а в самом сердце города. После захвата заложников силовики сиюминутно прибывают на место преступления. Машину, оставленную террористами, обследует кинолог со специально обученной собакой на предмет возможных взрывчатых веществ. После кинолога в ход идет робототехника. Далее производится блокирование подъездов к зданию с помощью бронетехники. Для осуществления штурма здания из аэропорта имени Владислава Арзенба вылетает вертолет с группой беспарашютного десантирования. На крышу здания высаживается десант. Штурмовые группы с бронищитом проникают на первый этаж и начинают продвижение к месту, где удерживают заложников. С верхнего этажа здания осуществляется подготовка и дальнейший выход на исходный рубеж перед командой «Штурм» группы с использованием альпинистского снаряжения. Штурм оказался удачным. После вывода условных заложников спецгруппы осуществляют тщательный досмотр этажа необезвреженных террористов. Приказано уничтожить без переговоров и предупреждений, что и делает пулеметчик из подлетевшего вновь к зданию вертолета. По завершению проведения специальной операции к зданию прибывают сотрудники для проведения следственных действий.